Добрый день! Вас приветствуют в программе «Будни счастливого человека. Читам пенсионеров, которые хотят быть счастливыми». Вот за рулем Рони. Он везет меня в место, в грибное место, так я думаю. И рядом с ним сижу я, ведущая программы. Меня зовут Лена. Вот сегодня я хотела бы с вами поделиться такими мыслями, что человек, пенсионер, может быть счастливым, более счастливым, чем он это себе представляет, представляет свое счастье. Прежде всего, сегодня с утра шел дождь, было пасмурно и село на улице, а у нас в караване было тепло и сухо, поэтому у нас было законное основание с Рони посидеть дома и заниматься своими любимыми делами. То есть у каждого из нас есть какие-то дела, которые нас развлекают, когда мы находимся в своем караване. Караван стоит на берегу реки Музл. Сейчас на кемпинге, где стоит наш караван, практически никого нет. Всех испугали дожди, а нас, наоборот, и не радуют, потому что не надо делать усилия и гулять. Но мама всегда боится за то, что мы не подготовимся к старости, когда все деревенеет, как она говорит, мышцы деревенеют, и суставы не работают, поэтому нам надо двигаться. И для того, чтобы развеять нас, зашло солнце, солнце стало свететь так радостно, и сразу меняется наше настроение. Оно из одного счастливого переходит в другое, то есть теперь у нас счастье, что мы можем выйти погулять. Когда я говорю Роне, пойдем погуляем, он очень сердится на меня, как будто я его проклинаю, потому что он гулять не любит. Но в то же время пытается как-то приобщиться к активному образу жизни. Сейчас мы едем в грибные места. В прошлом году это были грибные места, а в этом году я не нашла там еще ни одного грибочка. Собирать грибы для меня это большое удовольствие. Даже то, что я нашла позавчера поганку, принесло мне радость. Радость, что я видела это чудо. Чудо, которое из ничего, из земли вдруг вырастает. На один день показаться и исчезнуть. У меня была одна кусочек сыроежки, очень красный. Вот и это меня вдохновило сегодня, в субботу, поехать в лес. Вот мы приехали в лес в надежде увидеть хоть один гриб. И это цель, которая помогает нам активно двигаться. Надо сказать, что в Бельгии люди собирают грибы. Это я знаю по нашему общению в русском магазине. Русский магазин – это центр нашей русской жизни за рубежом. Поэтому я узнала, что многие в лесу находят грибы и белый гриб, и маслята. А я ничего не нахожу. В прошлом году находила, в этом году не нахожу. Но сейчас уже в новостях вчера Ронни прочитал, что грибы собирать в Бельгии – это нарушать закон. Есть такой закон, чтобы грибы оставить белочкам, зверюшкам. А люди должны покупать грибы в магазинах. И причем штраф за незаконный сбор грибов – где-то около 700 евро. Но сейчас мы заходим в лес. И здесь я могу сказать, у пенсионеров есть два варианта сбора грибов. Это я хожу по дорожке. Но я всегда схожу с дорожки, потому что я всегда надеюсь на чудо, что в этом лесу вдруг вырастет грибочек. Такой хороший, такой крепенький. И это чудо меня вдохновляет. Потом мне надоедает собирать грибы, и я начинаю просто благодарить Бога за эту возможность выйти, подышать лесным воздухом. И, в конце концов, моя благодарность, она превращается в молитву за моих родных и близких. Я начинаю петь. В этом лесу есть эхо. Я вам сейчас примерно напою. Это нидерландская песня, которая говорит о любви, которая идет с неба к людям. Вот. И второй вариант сбора грибов – это как Ронни. Как только я нахожу грибы, он заводит машину и начинает по сторонам тоже искать грибы. Но это только тогда, когда грибной год. Но, в конце концов, когда я уже устану, я начинаю использовать свой шарм, свое обаяние, чтобы извлечь Ронни из машины, и мы могли бы с ним просто пройтись по лесной дорожке. Ну вот. Я была с вами. Желаю всем тоже в любой ситуации находить радостные солнечные стороны и делиться этим счастьем быть пенсионером с другими нашими братьями по достойному возрасту. Мы вас любим!